так друзья продолжаем нашу работу сейчас мы запустим еще одно чудо информационных технологий перископ потому что многие уже привыкли смотреть через перископ так что продолжаем нашу работу так Андрей а ты у нас в этом самом на вебинаре присутствуешь или только в перископе что-то я тебя не видел а то у нас там засланцы сегодня есть чтобы с ними отключать их а то я пока выбрасываю насколько могу но трансформация этих засланцев они сейчас уже стали маскироваться раньше просто заходили под какими-нибудь именами а теперь заходят под нормальными именами напишут всякую там так сказать это вот чубчик прикольный но что ж я буду делать не буду же сейчас друзья прическу делать вот так извините это придется придется так терпеть так сказать сегодня я так ну что друзья сейчас хотелось бы несколько ну ладно нормально ну надеюсь что да мы уже уже тут все друзья все все свои поэтому я как бы это несколько объяснений почему мне сегодня такой несколько потрепанный вид поэтому так сказать это друзья просто вчера долбанула температура прям вечером там под 40 и это самое сегодня всю ночь как бы это и только утром врачу сходил вот сейчас что-то дали это самое лекарство сейчас что-то более-менее как бы так это отхожу поэтому все-таки организм требует иногда иногда отдыхать так сказать и здесь видно это так с учетом что на завтрашнего дня с алексеем опять начинает такой прям очень серьезный серьезный марафон по именно работе с инвесторами то покой нам покой нам только снился вот друзья значит что хотелось бы реально сейчас на чем остановиться и на чем акцентировать внимание это вот то что сейчас Юницкий показал и портаж Микола Кириченко с Марьиной Горки друзья просто мы все к этому уже привыкли мы все к этому уже относимся как естественному как бы такому процессу и многие вещи просто не не замечаем но я прошу чтобы вы четко понимали что сейчас происходит вот первая это вот станция наша вот это первая анкерна опора которая будет совмещена со станцией пересадки на первой этаже у нас будет соответственно музей SkyWay где будут на табличках высечены все имена первых там инвесторов которые пришли это вот как раз первые кто вошли в 14-м 15-м 16-м году там никого соответственно не забудем не сделаем ну в смысле чтобы кто-то прошел не замечен это будет обязательно вот но самое главное друзья что это пересадочный узел он величиной всего 18 на 12 метров и годовая пропускная способность этого узла 50 миллионов пассажиров в сутки 50 миллионов друзья прошу на это обращать внимание потому что многие люди которые слушают цифру там ну 50 миллионов ну и что понимаете что так сказать что такое пересадочный узел вот такой станции 50 миллионов тонн вот 50 миллионов пассажиров а когда начинаешь говорить что друзья а у дубайского аэропорта который находится на территории 100 гектар которые там постоянно взлетают садятся самолеты у него пропускная способность 20 миллионов то есть два с половиной раза меньше то становится несколько понятным что эта цифра необычная и когда юницкий это произносил на экспертном совете минтранса что 50 миллионов там некоторые подпрыгивали и начинали говорить этого не может быть и когда он расчетами показывал рассказывал что это все реально то сразу у всех становилась следующая реакция друзья мы сейчас стоим на очень важном рубеже очень важно после всех презентации которые проводились уже года десятки лет после того как был проведен инотранс в Берлине как проведены выставки в Белоруссии в Минске когда все уже сами машины готовы сейчас создано максимальное напряжение когда все ждут ну покажите теперь это друзья тоже отчасти была наша задача мы реально подошли к тому что теперь уже все говорят не может быть это уже все потому что говорим друзья 29 30 ноября мы показываем сейчас все уже подошли к стыдам мы хотим это увидеть этого не может быть мы в это не верим потому что то что вы говорите это нереально но мы хотим этого увидеть и это друзья как раз та задача которую должна была выполнить поэтому сначала показали машины сначала машины показали в сначала машины показали сейчас секундочку нету был звонок в перископе и похоже перископ слетел да перископ слетел сейчас я его запущу еще раз извините что отвлекаюсь но все таки у нас перископ такая сейчас важная вещь тем более там уже тоже 500 человек приходит то есть штука такая вот и сейчас вот эта стадия которая ожидаемо и которая приходит к тому что это надо увидеть но теперь друзья я вам про эту станцию мы много говорили мы много на ней акцентируем внимание сейчас увидели уже в репортаже что идет утепление идет остекление там наверху уже идет готовится к посадочным работ по весне там будет высажен сад вот это тоже друзья все весь вопрос идет это тоже определенная ну такая как бы подготовка и вы помните мы не раз уже говорили о том что юницкий принял решение нагружать станцию не бесполезным бетоном а нагружать ее специальным почвой обогащенный гумусом для того чтобы еще и сделать из нее ну скажем так следующее направление это использование полезной земли который поднимается из-под станции на станцию таким образом начинает совсем другое направление по землеотводам и землеиспользования и именно в том плане что рекультивация тех земель которые сегодня убивает автомобильная дорога потому что сегодня под европе под точнее в мире под дорогами закатана территория такие как там две территории англии и франции вместе взяты вот то есть это огромные территории поэтому на сегодняшний момент задача skyway это не только запустить новую то есть это экогенная технология не техногенная а экогенная ее задача и решать те проблемы которые стоят сегодня перед соответственно перед цивилизацией но и убирать те проблемы которые создала нам наша предыдущая техногенная соответственно техногенная что-то у нас сегодня с перископом на то друзья и техника чтобы периодически давать сбой не что да тут руслан пишет да перископ слетел и наладить я пока пока не могу то есть не получается вроде пошел вроде пошел вот теперь друзья касаемо вот этой легкой трассы я алексей уже в первой части поправлял давайте вот немножко о ней поговорим чтобы вы понимали уникальность той работы которая сейчас делается то есть фермы которые идут для скоростной трассы на которой сверху будет разгонный блок то есть первый километр скоростной трассы снизу будет подвешиваться именно та система которая и легких контейнеров и треков и юнибайков и юнибусов это совмещенная система мы потом еще с ней о ней поговорим то есть это тоже уникальнейшая вещь и эта ферма в дальнейшем при развитии скоростного skyway высокоскоростного а потом гиперскоростного skyway она сыграет еще ключевую роль но это как говорится сейчас развитие технологии а то что юницкий принял решение причем очень быстро это с точки зрения построить легкую систему именно совмещенного городского юнибуса и легкого юнибайка это абсолютно новая вещь и она была реализована буквально за 2-3 месяца поэтому когда какие-то нам бойцы невидимого фронта говорят что у вас идут годами что-то делается индивид то друзья я могу сказать что это по первых вранье и пока это просто кто не следит и не работает внутри нашей технологии потому что сам юнибайк год назад только возникла его концепция потом прорабатывалась разрабатывала система полгода назад только было принято решение его изготавливать четыре месяца назад приступили к его изготовлению и он был готов прям буквально в последние недели перед берлином и был продемонстрирован именно как действующая машина вот соответственно соответственно с такой скоростью опять друзья давайте попробуем перископ или слышно так все-таки слышно или не слышно перископ кому-то слышно кому-то звук есть ну давайте друзья у кого и звук нет у кого нету потом посмотрите тогда так вот друзья изготовление самого подвижного состава и изготовление сначала промежуточных опор которые стоят на расстоянии 40 метров обеспечивая ровность пути но друзья я вам уже говорил что юницкий не перестает удивлять когда я увидел промежуточные опоры алексей поставь из репортажа михаила это вот где он стоит а на заднем фоне у него стоит промежуточная опора которая поднимает путевую структуру на высоту 20 там 25 метров для того чтобы сделать пролет 200 метров 400 метров и еще 200 метров я друзья хочу на этом акцентировать внимание что такое сегодня 200 400 метров пролета когда виктор бабурин презентовал технологию первому вице-президенту сименса и он первый рассказал что это действующие машины второе что мы переходим к испытаниям на что два раза получил вопрос вы откуда и третьим когда сказал что готовится уже сейчас монтируется в данный момент путевая структура которая даст пролеты 200 и 400 метров у него были вот такие глаза он перепросил еще раз сколько вот на что виктор так скромно сказал но в этом году мы дадим только 200 и 400 метров а на следующий год уже к весне будем проектировать и будем изготавливать уже 800 метров а в принципе теоретически есть возможность выйти на полтора и три километра одним пролетом без соответственно без увеличения стоимости путевой структуры друзья что это значит что вы понимали в чем основная ну скажем так фишка или изюминка того что сейчас предлагает значит это легкая городская система юнибусов то есть это уже выходит из просто логики городского общественного транспорта это переходит больше в логику городской лифта то есть когда вы перемещаетесь по горизонталь со скуп по горизонту с помощью со скоростью 150 километров в час и подвижной состав позволяет перемещать одной линии 300 тысяч пассажиров в сутки это производительность сегодняшнего метро но со скоростью 150 километров в час а энергетические затраты на перемещение будут просто на порядок меньше но друзья если сегодня метро стоит уже в москве до 300 миллионов долларов за километр то здесь будет цена ниже даже не в 10 а в сто раз дешевле и второй момент почему важны очень сегодня большие пролеты потому что для того чтобы решить проблему сегодняшних мегаполисов сегодняшних пробок надо проходить через улицы надо проходить через авиадуки надо проходить через реки надо проходить через соответственно путепроводы это инфраструктура городская инфраструктура чтобы мне вписаться надо над ней иметь возможность и вот именно высокие опоры большие пролеты они позволяют это делать а вот теперь друзья посмотрите это пролет который обеспечивает 200 метров который пойдет от анкерной опоры потом 400 метров и следующие 200 вы представляете насколько простая это опора друзья это просто два столба на котором сегодня вешаются все станции которые связаны с сотовой связью по прочности по всему это не намного дороже то есть с точки зрения того что уходят промежуточные опоры это цена такая же как если бы она шла пролетами в 40 метров но друзья это 200 400 а со временем 800 полтора и три километра пролета и и друзья и когда мы говорим что эта трасса которая может дать сегодня 400 метров пролет обладает пропускной способностью 300 тысяч пассажиров в сутки друзья это не то что революция сегодня с точки зрения городской инфраструктуры это решение всех проблем поэтому сегодня мы как skyway сегодня юницкий как инженер создатель инженерной школы может четко заявлять мы в течение 5-10 лет можем решить все транспортные проблемы всех мегаполисов какая друзья друзья еще технологии или компания может сказать что решит все проблемы метро никогда не решит потому что таких денег не хватит эксплуатация метро сегодня в санкт-петербурге это просто безумие где замораживают и постоянно круглый год держит вечную мерзлоту для того чтобы не смыло и не размазывает это метро из москвы где вот ежесуточно миллионы кубов воды потому что его постоянно топит соответственно авиадуки которые сегодня вы посмотрите в москве вокруг мкада на пяти магистральных строится сегодня развязки всего два выхода для того чтобы не было пробки при выезде страссы и строят это уже друзья третий год это стоит безумных денег и за третий год они еще не закончили но более того они что решат проблему транспорта москвы сделав эти развязки за безумные деньги нет друзья так вот сегодня технология skyway именно городского транспортного лифта именно с помощью юнибусов то есть вот этих вот небольших где мы 17 человек не прыгали ехали который может перемещаться со скоростью 150 километров в час это решение всех городских проблем всех мегаполисов и это друзья не просто голосно голословное утверждение это технические расчеты и сейчас идет подтверждение и как раз специально вот для тех засланцев которые сегодня говорят что вы сроки сдвигаете мы друзья говорили октябрь ноябрь сегодня все идет монтаж и чтобы сегодня понятно было если изначально мы говорили и юницкий говорил что мы продемонстрируем одну эстакаду где первый будет разгонный блок где снизу будет юнибус юнибайк и контейнеры то сейчас друзья в экотехнопарке идет монтаж четырех трасс одновременно еще раз повторю друзья четырех это городской разгонный блок для городской блок разгонный который является для скоростной системы несу внизу подвезной юнибайки юнибусы и контейнеры идет легкая система которая отдельно работает и как городская система и как и сейчас идет монтаж еще и грузовой системы который будет показывать 100-200 миллионов тонн одной путевой структуры то есть это больше чем сегодняшний transit если это сказать друзья что идет сдвиг по срокам или мы кому-то говорим и морочим голову друзья только в том плане что возможности которые закладываются постоянно увеличиваются потому что год назад о том что говорить будет продемонстрирована система которая позволит выйти на скорости 500 километров в час сейчас монтируется первый разгонный блок второе то что полный аналог воздушного метро с такими же груза возможностями по пассажиропотокам но сто раз дешевле друзья не в один не в два не в три и в 10 она два порядка дешевле и второе друзья это возможность строительства городской инфраструктуры без мостов и путепроводов это друзья как раз то что сегодня является уникальнейший моментом и те кто понимает специалисты игру первый вице-президент семенсон сказал когда вы это сделаете покажите не обязательно это приеду посмотреть потому что то что вы говорите на сегодняшний момент нереально друзья можно говорить нереально но опоры которые стоят путевая структура которая сейчас делается это монтаж уже идет и на ноябрь месяц уже на 29 30 ну 28 29 30 мы собираем уже и политиков и бизнесменов для того чтобы это продемонстрировать и провести это будет такая рабочая встреча провести уже такое рабочее совещание с тем что как делать дальше то есть выговор вот вы увидели вот это все работает давайте теперь обсуждать как мы будем работать дальше но друзья произошел еще один очень интересный момент мы проводили недавно конференцию словакии там были очень интересные люди там бизнесмены политики и в принципе когда возник вопрос а возможно ли вот этой системой сегодня делать контейнерные перевозки ведь по сути дела вы видите сейчас вот михаил сна к нам стоит спиной с левой стороны от него это высокий высокие это там где будут пролеты 200 400 метров а с правой стороны это легкие промежуточные опоры ведь они не очень сильно отличаются от обычного фонарного столба то есть это просто обычный фонарный стол вот соответственно но как пропускная способность 300 тысяч пассажиров в сутки так вот друзья теперь представьте что вдоль всех европейских дорог стоят такие вот на них один легкий путь и по которому едут наши уже не июне байдни и не бусы а просто контейнеры и которые перевозят так вот сегодня мы можем заявлять о том что инженерное решение юнит кого который создала школа которая сегодня работает она позволит все фуры все фуры убрать с дороги европы вы просто понимаете масштаб того что сегодня какой делается когда европейцы друзья это услышали мне были такие глаза на горит мы хотим особенно из словакского университета технического с кем у нас соглашение они говорят мы готовы это выносить на уровень стратегии развития европы потому что сегодня для них основная проблема это фуле на дорогах это основная загруженность из основные аварии это основная проблема сегодня это фуры на дорогах и мы готовы дать решение сегодня уже продемонстрировал что в течение пяти лет можно все фуры здоровье убрать хотите убирать друзья убирайте вот меня вот она straight стройте делайте сделайте эти контейнеры да то есть нашими не байку не будет вести целиком контейнер Зачем? Это четверть контейнеров. Значит, 4 юнитрака будут везти, соответственно, сколько столько везет сегодня, 1,20 футовый контейнер. Ну и что? Они могут идти с интервалом в полсекунды. Соответственно, перевозки, друзья, объемы будут такие, одной трассой, которая сегодня всем фурам вместе взятым, даже не снилась. Дальнеобойщики будут бастовать. Ну, наверное, будут. Ну и что они бастуют? То у них там платон работает, то еще что-нибудь. Соответственно, такая судьба, друзья. Когда вошли железные дороги, в России было более 2 миллионов лошадей. Это была мощнейшая отрасль, которая содержала, то есть были покосы, косили сено, делали телеги, содержали лошадей. Пришла железная дорога, и она все это изменила. Почему? Потому что это эффективнее и выгоднее. И поэтому, друзья, если мы говорим, что мы убираем фуры с дороги, мы решаем какие задачи? Мы перестаем сжигать сотни миллионов тонн нефти для того, чтобы этим не дышать. Мы перестаем убивать тысячи, сотни тысяч людей, которые гибнут сегодня в автомобильных катастрофах. Мы делаем более дешевую доставку и более безопасную среду существования. И сказать, что дальнобойщикам из-за того, что они потеряют дорогу, мы это не должны делать? Нет, друзья. То есть мы должны их обеспечить другой работой. Пускай строят эти трассы. В ближайшие год, два, три, пять надо будет строить миллионы километров дорог. Пускай переквалифицируются из того, чтобы крутить баранку для того, чтобы строить трассы. Пожалуйста, это будут сотни тысяч, миллионы, может, полминуты, а не полсекунды. Нет, друзья, я не оговорился. Скорость 150 километров в час. Это значит, на 40 секундах у нас будет расстояние меньше полсекунды. Так что, друзья, я по цифре довольно-таки точно говорю. Там для того, чтобы быть полной безопасностью, может быть, до одной-полутора секунд между блоками. Но, в принципе, при максимальной загруженности будет меньше секунды. Так вот, друзья, вот сегодня подходим. Так вот, то, что мы сейчас делаем и то, что вы, друзья, увидите и сегодня строится. Почему мы об этом, друзья, сейчас говорим? Потому что через месяц вы это все увидите. Так вот, для того, чтобы вы хоть понимали, и те, кто сегодня с нами пытаются спорить, чтобы вы понимали, что увидели, я сейчас начинаю говорить, что строится перевалочная, пересадочная станция с высокоскоростного на городскую систему, то есть с 500 километров в час на 150 километров в час. С одной станции, друзья, одной станции, я еще раз говорю, это 50 миллионов пассажиров. И, соответственно, одной веткой это 300 тысяч пассажиров в сутки, которая может решить все транспортные инфраструктуры любого мегаполиса. Потому что пролеты сейчас демонстрируются 200-400, как вы понимаете, надо слона есть по частям. На следующий год будет демонстрироваться 800 километров. Дальше при необходимости будут пролеты до 1,5-3 километров. А я, Иван Анатолий Владимирович, спрашиваю, а какая теоретически возможная максимальный пролет, который он будет? Он говорит, ну, в принципе, он рассчитал до 5 километров. Друзья, до 5 километров одним пролетом. Понятно, что это будет провис, понятно, что это может быть только где-то в горах, там, где между двумя вершинами проходит. Но это рынок сегодня, друзья, просто неограниченный. И когда нам говорят, у вас ничего не происходит, или что здесь вы такого инновационного показываете, друзья, я вам могу сказать, что здесь все инновационное. И само утверждение, что можно решить все транспортные проблемы сегодняшнего мегаполиса с точки общественного транспорта. Второе утверждение о том, что можно убрать все фуры, которые сегодня являются основной проблемой транспортной инфраструктуры и Европы, и Америки. Мы их можем убрать сегодня с трасс и заменить на автоматизированные линии сегодня Skyway, Юнибусов и Юнитраков. Это, друзья, утверждение, которое пускай попробует кто-нибудь еще сделать. С учетом, что строительство трасс будет просто не в разы, а на порядок и на порядки дешевле, чем сегодняшние автобаны, чем сегодняшнее метро, скоростная железная дорога, а перевозка будет дешевле и более качественной. Поэтому, друзья, мы подходим к новому сегодня этапу перевозки и дел. Соответственно, про Юнибайки, друзья, что дальше будет происходить, как он будет дальше развиваться. Это, как мы обещали, мы сделаем специально доклад и специальную презентацию в Юрмале. Вот обязательно покажем в Перископе. Я могу сказать то, что ожидает наш Юнибайк и то, что вы слушаете, многие сегодня даже не догадываются. И Юнибайк нас на ближайшее время не перестанет туда удивлять. Он будет давать все нам новые и новые возможности. И когда оценить, то есть реально оценить, что такое Юнибайк и какую роль он дальше сыграет вообще в развитии всей цивилизации и транспортной инфраструктуры, сегодня оценить, наверное, им увлечением нескольких футурологов, которых мы с Алексеем представляем. Естественно, разработчик инженера, потому что все это придумал, сделал и реализовал инженер Юницкий, но мы его не называем сегодня футурологом, потому что, друзья, это не совсем правильно, потому что футурологи, мы можем описывать то, что будет, а инженер Юницкий, он это создает. И в этом плане между нами принципиальная разница. Юницкий это инженер, который это проектирует и строит и создает, а мы это те, кто продвигает, популяризирует и рассказывает о том, что и как будет работать. Естественно, друзья, что цель и задача у нас здесь такая, для того, чтобы популяризировать, привлекать внимание к проекту и в конечном итоге, друзья, это приход инвесторов, за счет которых сегодня и строится и экотехнопарк, и создается технология, и вообще развивается проект Skyway. Ну вот, друзья, это то, что я хотел акцентировать сейчас на том, что было показано, сделано, чтобы вы четко понимали, и тот, кто сегодня говорит, ну рассказывайтесь, в чем сегодня инновационность. Вот, друзья, я могу сказать, что здесь не просто инновационность, а никаких близко аналогов нет, я вам могу сказать, в ближайшее время даже не может быть. То есть ни одна другая технология близко не может подойти к тем характеристикам, которые сейчас делаются. И как раз Юницкий почему в первую очередь стал показывать и строить не ферму, который является разгонным блоком для скоростной, а именно сейчас легкую прогулочную трассу и легкую городскую трассу, для того, чтобы показать максимальные преимущества Skyway. Потому что когда мы покажем 200-400, чтобы было понятно, мост, вантовый мост, который будет выдерживать такую машину, и который будет обеспечивать такую пропускную способность, стоит миллиард долларов. Миллиард. Это просто мировые расценки. Посмотрите, сколько стоит вантовый мост с пролетами 200, 400 и 200 метров. То есть длиной 800 метров. У нас на Дальнем Востоке умудрились мост построить почти за 4 миллиарда. Но это, друзья, наша реальность. У нас всегда чуть-чуть отличается. Так вот, а здесь это, друзья, без удорожания путевой структуры можно делать таким образом. Значит, дальше, когда нам скептики скажут, ну, подумаешь, вы показали 400 метров, это и дураку понятно, дальше будет показано 800 метров. Вот это, друзья, уже просто нереально. Ну, а когда будет показано полтора километра, здесь, я думаю, друзья, все разговоры будут закончены, потому что сегодня вантовый мост, который делает один пролет, сейчас скажу, километр 800 метров, он стоит более 15 миллиардов долларов. То есть, чтобы вы понимали, соответственно, сравнение. А у нас это, друзья, часть технологий, которая абсолютно не влияет на удорожание. Более того, когда пойдут уже большие пролеты и будут стоять не просто две опоры, а будет стоять здание, там 200-300 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, то я могу сказать, что у нас цена путевой структуры будет равна нулю. Потому что коммерческая прибыль, которая будет от этой недвижимости, ценой вот этого лифта можно будет пренебречь. Это тоже, друзья, абсолютно правильно. Потому что мы не зря вводим сегодня термин городской лифт. Потому что вот задам вам такой вопрос, прежде чем передать слово Алексею. Вот вы когда покупаете квартиру, или вы интересуетесь ценой квартиры, вас интересует, сколько стоит 1 метр лифта в этом доме? Даже не весь лифт, а просто вот. Когда зададут вопрос, сколько стоит километр вашего пути? Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь? Так вот, я сейчас говорю, когда вы покупаете квартиру, вас не интересует, сколько стоит 1 метр лифта? Это вообще непонятно. Вам будут задавать вопрос, а кабину сюда включать или не включать, а подъемную машину, а обслуживание. Давайте все-таки уточним, что вы хотите узнать. Вы хотите узнать, сколько будет стоить квадратный метр вашего жилья, вообще сколько будет стоить у вас квартира и сколько вы будете платить за проживание в этой квартире. Вот это действительно интересующий вопрос. Когда мы выходим в логику, что сегодня Юнибус становится логикой городского лифта, то есть вы из любой точки можете проехать с одной пересадкой за 15 минут для такого мегаполиса, как Москва и заплатить за это просто копейки, то это становится другая логика. Поэтому задают вопрос, а почему у вас там нет кресел? Там есть два посадочных, это или инвалиды, или беременные женщины, больные, то есть чтобы кому-то можно было сесть из этих 14 человек, которые едут, что двое, если вдруг себя плохо чувствуют, могли посидеть. А другие друзья, для других зачем? Вы когда в лифт сегодня заходите в высотном здании, вот сегодня там 100-200 этажей, кто ездил в этих лифтах, ну там лифт идет иногда по 3-5 минут. У вас возникает вопрос, а почему дивана или кресла нету в лифте? Да нет, наверное 3-5 минут можно и постоять для того, чтобы подняться на 100 или на 200 этаж и соответственно, правда уши иногда закладываются с такой скоростью, как он поднимается. Соответственно можно и постоять. Вот точно так же здесь, когда вы садитесь и вам за 5 минут вы проезжаете почти 15 километров, а потом пересаживаете другой, вы за 15 минут можете проехать в любую точку такого мегаполиса, как Москва. Зачем вам там кресло-то? Зачем вам там сидеть? Вы 5-10 минут не можете постоять, по-моему это вполне логично. А дальше логика, по этой же трассе ездят юнибайки, а вот в юнибайке, друзья, то, что вы будете делать и какой комфорт вам будет представлять юнибайк, это мы будем обсуждать отдельно. Это, друзья, как раз на Юрмале и на наших последующих именно футурологических представлениях. Ну все, друзья, я считаю, что ту задачу, которую сегодня мы ставили, акцентировать, внимание на том, что мы сегодня показываем делать, мы вам покажем, мы вам показали, сделали. Ну а я, как всегда, передаю Алексею, Алексею свой взгляд, всегда свои дополнения и предлагаю его очень внимательно послушать. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, кто только присоединился. Ну, действительно, как бы Сергей Анатольевич сегодня вот насчет транспортного лифта более чем наглядное сравнение привел, и я прямо записал, честно признаюсь. То есть, это ответ на вопрос, почему не будет кресел, почему в основном стоячие места. Да, действительно, Анатолий Эдуардович еще полтора года назад, когда еще в Skyway Invest Group мы были на экскурсиях, и Анатолий Эдуардович много интересного рассказывал, говорил о том, что в принципе концепция города должна сводиться именно к быстроте и комфорту перемещения. То есть, максимум за 3-5 минут можно будет достичь из любой точки города в любую желаемую. То есть, это будут, естественно, пересадки, но вы эти пересадки не будете замечать. То есть, если это будет, соответственно, там разные есть варианты городов, то есть, сферические и такие прямоугольные, разные концепты, но все же останется неизменным то, что за 3-5 минут можно будет добраться. Чего не скажешь о современных городах. То есть, тут счастьем можно считать, если за 15 минут вы добираетесь, нарушая все правила, причем ставя под угрозу свою жизнь на первом уровне, неважно, в каком вы автомобиле перемещаетесь. Либо на Bugatti Veron, либо на каком-то супер-пупер Мерседесе с коэффициентом аэродинамики 0.22, либо, говорят сейчас, возможно, автомобили будут летать на третьем уровне, то есть, вот, летающие автомобили, а наш третий уровень, это немножко другой третий уровень, мы можем сказать, что это также не выход. Хотя, опять же, сейчас активно за всеми этими трендами следим и уже обучение на права на летающих автомобилях, так как весь мир движется в логике беспилотного управления транспорта первого уровня. И, естественно, все понимают, что проблема, несмотря на то, что транспорт станет более экономичным, я имею в виду про первый уровень, транспорт станет более компактным, мобильным. И я хотел бы остановиться на очень интересной теме, каким образом самоуправляемые машины изменят города в ближайшие несколько 10 лет и, соответственно, привести аналогию, в чем мы согласны, в чем мы не согласны. Вот, журналист Билл Мерфи, младший для издательства Инк, написал колонку по фторологии. Это замечательно, что такие тренды развиваются, потому что во многом мы с ними согласны. То есть, это меньше несчастных случаев и смертей. Действительно, это так. Действительно, автомобили смогут пообщаться, коммуницировать друг с другом с помощью интернет-вещей, с помощью big data, объема больших накопленных данных. А сейчас мы также будем закладывать именно логику криптографии, логику абсолютно защищенной системы. И на одном из следующих вебинаров мы вам расскажем, почему сеть Transnet это будет не просто единой информационной транспортной сетью, это будет международной сетью, национальной, международной, повторяю, безопасности. То есть, соответственно, это будет безопасный обмен данных, это будет безопасное перемещение и никакие угрозы, которые сегодня мы видим, встречаем. И это сплошь и рядом происходит, соответственно, мы видели вот эти вот действительно страшнейшие события в аэропортах на Бельгии, в Париже буквально при всех, то, что автомобиль первого уровня стал жертвой серьезных атак. И на втором уровне это будет сделать как минимум сложно. Естественно, автомобили смогут двигаться плотнее друг к другу. То есть, мы с этим также согласны, именно говоря про логику транспорта первого уровня. Но перенося на второй уровень, как Сергей Анатольевич сказал, что минимальный вообще интервал движения друг за другом. И действительно, как бы это сократит затраты, увеличит плотность рынка. То есть, максимальное количество людей будут пользоваться этими транспортными городскими лифтами. И, соответственно, вначале они будут готовы за это что-то платить. А потом в один прекрасный момент мы им скажем, что, ребята, теперь платить либо вообще не надо, либо минимальная оплата, так как у нас большая часть окупается за счет сферы услуг. Это сейчас мы видим и в Facebook, это сейчас мы видим и в Google, и в Alibaba. Кстати, меня поразило то, что Alibaba тоже начали двигаться, ну, кто в курсе о наших вебинарах, Alibaba тоже начали двигаться в логике развития беспилотных транспортов. И 2020 году, как максимальный такой срок, они постараются презентовать беспилотный автомобиль. Представьте, насколько мощный тренд задал Анатолий Эдуардович Юницкий. То есть, Анатолий Эдуардович пробивает эту действительно мощную стену непонимания и закладывает фундамент технического прогресса и зажигает 70-х годов. Почему зажигает? Потому что я хотел бы, чтобы каждый понимал, что в технологической сфере, в экологической сфере и во многих других сферах Анатолий Эдуардович, естественно, является прометеем. То есть, он приносит действительно огонь новой технологии, которая из искры вот этого огня новой технологии начнут загораться совершенно новые веяния, совершенно новые бизнесы. И, соответственно, это, как мы позиционируем основу новой будущей мировой экономики. В городах сократится доход от транспортных налогов. Да, так действительно будет. И в этом мы согласны с транспортом первого уровня. Но сократятся налоги, но повысятся заработки и прибыль именно от сферы услуг. Вы не представляете, насколько множество услуг появится на транспорте второго уровня. Это как раз-таки то, что невозможно сегодня в первом уровне, потому что как раз-таки все строится вокруг транспортных налогов. И почему мы платим, допустим, транспортный налог за наши автомобили? За право пользования вот этим действительно неэффективным способом передвижения. За правом перемещаться в виде одной единицы и затрачивать, в общем понимании, миллионы тонн нефти на производство топлива, на использование топлива. Это, естественно, все нивелируется при применении технологии Skyway. И автомобили фактически уже не будут зависеть от обычных видов топлива. То есть логика электромобилей первого уровня именно говорит про использование электричества. Но, опять же, электричество автомобиль первого уровня не может использовать ветровую энергию. То есть у нас можно на путевой структуре поставить ветряки, также они будут вырабатывать электроэнергию. Не везде, так скажем, автомобиль может использовать даже солнечную энергию. У нас на промежуточных опорах, вы видели эти концепты, можно поставить солнечные батареи, они будут вырабатывать ту необходимую электроэнергию, которая будет использоваться для перемещения. Естественно, не забываем фитнес-энергию. То есть это то, что мы представим вам в Риге, это запитка с помощью фитнес-упражнений, фитнес-движений. Сейчас мы закладываем как кручение педалей, но поверьте мне, этих упражнений, этого комплекса станет намного больше. Соответственно, выработка полутора киловатт произойдет еще за меньше промежуток времени, чем это происходит сейчас. А Анатолий Эдуардович сравнивал и приводил статистику, 1 миллиард юнибайков, соответственно, сможет избежать использования 45 чернобыльских ЭС. То есть это фактически больше, чем вся современная атомная энергетика. И в чем мы согласны, дорогие друзья, в чем мы абсолютно согласны с этим человеком. И это мы вам говорили на вебинарах, нужно сравнить, кстати, когда этот человек написал статью, что в более отдаленном будущем логистика станет еще более эффективным. И у каждого человека, внимание, вспомните, что мы вам говорили на вебинарах. То есть это действительно тренд. И это тренд, который прочувствовал Анатолий Эдуардович, создав юнибайк. Юнибайк – это собственная капсула, которую будут передавать друг другу самоуправляемые автомобили. Таким образом, они будут обеспечивать наиболее рациональное использование транспортных ресурсов, наиболее вообще эффективное движение. И как раз-таки юнибайк, юнибокс, неважно, как мы это называем, это та самая концепция. Это ваше универсальное мобильное пространство, которое будет лично ваше. Это ваша капсула, которая будет перемещаться между различными уровнями. Как мы говорили, то есть вначале это легкая прогулочная, совмещенная с городским пассажирским транспортом. То есть фактически это аналогия воздушного метро. Я привожу сравнение с фонарными столбами и так далее, потому что Ротхук также привел сравнение с фонарными столбами. И для кого-то, для понимания, мозг не готов воспринять информацию, что да, действительно до 50 миллионов человек в год можно будет перемещать. И это действительно 10 место по загруженности аэропорта. Я думаю, сейчас еще выше поднялся дубайский аэропорт. А всего лишь одна станция. Таких станций может быть несколько в одном регионе, если нам нужно обеспечивать более серьезный пассажиропоток. И, соответственно, с легкой прогулочной, совмещенной с городской пассажирской трассой, вот с этих действительно суперлегких по сравнению с современным монорельсом и так далее, опор и предварительно напряженной конструкции, по которой будут перемещаться наши высокодинамичные подвижные составы. Все будет потом перемещаться, то есть это логика именно трансформации движения и трансформироваться, соответственно, уже в скорости 500-600 км в час. Далее, как мы уже вам говорили, закладывается отработка технологии и третий уровень скоростей, гиперскоростей, скорости 1000-1200 км в час. Невозможно закладывать и невозможно построить, не отработав высокоскоростную трассу, потому что потом уже будет отрабатываться технология перемещения в фарвакууме. То есть это достижимые скорости 1000-1200 км в час. Это то, что сейчас стараются сделать Hyperloop, но, к сожалению, у них на выставке стулья с очками виртуальной реальности и небольшие плакаты. Но, несмотря на это, понимая инженерное решение, Анатолий Эдуардович уже над этим работает. И, соответственно, вот эта отработка HyperSkyWay будет основой и платформой. То есть у нас цикличное развитие. Начали мы с ОТС, потом перешли на более экономичный и более простой в строительстве транспорт, струнный транспорт, который мы сейчас демонстрируем. И обратным счетом мы отработаем все этапы технологии. И, отработав уже гиперперемещение, я уверен, что в 2019-2020 годах, ну это чисто мое сугубо мнение может отличаться от действительности, мы уже будем отрабатывать вот эту технологию. И это будет основой уже для формирования того, с чего Анатолий Эдуардович и начинал. Это будет основой для формирования общепланетного транспортного средства. Если кто-то сейчас будет заявлять, что, к примеру, Hyperloop, мы построим вакуумную трубу, у нас будет перемещение 1000-1200 км в час, это либо займет у них огромное количество времени, затрат инженерных ресурсов, человека-часов, то есть будут вбуханы миллиарды долларов и не факт, что что-то появится. И мы постепенно, отрабатывая технологии, переходя с одного этапа на другой, и эту дорожную карту выстроил Анатолий Эдуардович, являясь, помимо прометея сегодняшней современной технологии, транспортной, инфраструктурной, энергетической и других видов, также являясь действительно очень серьезным стратегом, то есть он выстроил развитие корпорации Skyway буквально не на 5 лет, как на 5 лет обычно выстраивается прогнозирование, но уже с размахом 20-30, а то и 50 лет. И вот это, дорогие друзья, и есть настоящая футурология, это практикующая футурология, и самым главным футурологом, самым главным визионером является Анатолий Эдуардович Юницкий. Это действительно замечательно, когда вы имеете возможность инвестировать, все мы имеем возможность инвестировать в то направление, которое помимо формирования десятков тысяч адресных проектов по всему миру, от которой будет, соответственно, происходить рост стоимости обязательств в будущем, очень серьезных активов и акций, как я обычно говорю, делаю такую присказку. Но и далее формирование за счет уже получения каких-то денежных средств от прибыли в виде дивидендов, либо продажи части акций, реинвестицию в то направление, которое уже головная компания закладывает. Это действительно нонсенс, и это действительно нонсенс в венчурных проектах. Еще я вам хотел бы сказать, дорогие друзья, то, что 28-29 ноября – это не для всех мероприятие. И искренне могу сказать от чистого сердца и с открытой душой, что там ждут людей, которые будут инвестировать как минимум от нескольких сотен тысяч долларов, а лучше как минимум от миллионов долларов. Там будут представители, такие как, естественно, наш самый главный партнер и, можно сказать, самый главный друг, товарищ и союзник Анатолия Эдуардовича Ницкого – это Ротхук. Это топ-менеджмент компании Auricon, который является нашими главными строителями, проектантами. Их выбрал Ротхук и также на головную компанию. Это распространяется. И те люди, которые уже будут участвовать в первом раунде инвестиций. И тут, дорогие друзья, я хотел бы ввести логику. Обязательно объясняйте это тем людям, которые будут присоединяться. Это тоже инновации, это ноу-хау вообще в венчурном инвестировании. Я этого не видел никогда и нигде. Обычно, как происходит в венчурном инвестировании? И обычно происходит seed stage, то есть стадия посемного инвестирования. В ней участвуют знакомые, родственники. То есть, в буквальном смысле, наш краудинвестинг, партнеры, информация человека к человеку. Но, естественно, в венчурном инвестировании суть сетевого построения корпорации не используется. Это также наше ноу-хау, наши инвест-проводящие системы. И далее, как проходит seed stage, то есть посевная стадия, наступает новый раунд. Это первый раунд уже действительно крупных инвестиций. И в обычном венчурном инвестировании, дорогие друзья, вот seed stage прошла, активы какие-то приобрели эти люди. Причем там от 50 долларов инвестировать фактически невозможно. Там речь идет от сотен тысяч долларов обычно. И потом, самое интересное, как только мы достигли первого раунда, уже seed stage все инвестировать не может. Эти люди либо инвестируют повторно на второй раунд, и более мелкие инвестиции, они просто прикрываются. Мы же идем в противоположную логику. И сейчас, несмотря на то, что уже будет проходить 28-29 ноября первый раунд инвестиций, если говорить в логике венчурного инвестирования, а что значит первый раунд, еще повторюсь, это действительно крупные инвестиции. И более того, теоретически может произойти так, что до первого раунда мы услышим грандиозные новости по поводу серьезных инвестиций, которые побьют наш сегодняшний рекорд. Это 330 тысяч долларов от одного человека. Но ожидаем новости. То есть свершится-свершится, не свершится, ожидаем далее. И что очень примечательно, те люди, которые сегодня инвестировали, наоборот, компания их будет поощрять. То есть вы увидите те пакеты, которые сид стейдж, то есть посевная стадия, я напишу в чате, это от слова зерно. То есть это именно закладывание фундамента. И те люди, которые заложили фундамент, дорогие друзья, это все активисты, все первые десятки тысяч людей, которые присоединились, начали развиваться на первых этапах. Вот вам как раз таки будет поощрение очень интересное на следующем этапе. И вы увидите уже в определенных пакетах, в названии которых вы увидите в своих личных кабинетах уже на восьмом этапе. Это действительно вообще революция в венчурном инвестировании. Это правильная логика. Потому что те люди, которые на ранних стадиях входят, они должны иметь возможность также привилегированных условий инвестирования. Инвестирование и добавление в свои активы, в свои пакеты на более поздних стадиях. У них может быть не такие достаточные количества денежных средств, как входят крупные инвесторы. Но они это начали. И вот этот тренд мы, дорогие друзья, в венчурном инвестировании как раз таки закладываем. Я думаю, что об этой модели еще напишут не одну статью. Ну а передавая слово Сергею Анатольевичу Собирякову, я хотел бы напомнить про форум в Риге, где произойдет множество выступлений всех руководителей, как Skyway Capital, так и головной компании. Там мы представим, как практикующие футурологи, уже концепцию Sky Fitness. И я хотел бы вам показать очень цепкую, емкую, чуть не забыл на самом деле, визуализационный видеоряд того, что происходит с человеком, который является вице-чемпионом мира прошлого года по натуральному бодибилдингу. Это наша звезда восходящая Skyway, Адриан Кармосе. И на самом деле Адриан с фурором буквально 15-го числа прошли соревнования. И когда я был в Германии, он мне написал, спросил, как там все дела в Германии. И сказал, что я выиграл, я победил с большим отрывом. И благодарим за вашу веру. И сегодня вот буквально перед вводным вебинаром мы с ним общались. Я ему задал вопрос. И это действительно, дорогие друзья, тоже сила инвестпроводящей системы, сила краудинвестинга. Адриан, а вот если в тебя, ты будешь это знать, будут верить более 100 тысяч людей минимум и как максимум более 500 тысяч людей, что ты победишь. Вот ты прошел отборочные соревнования. И, соответственно, если действительно такая вера тебя будет подкреплять, он говорит, это неимоверно меня заряжает. И это новый этап моей жизни. Адриан посетит научно-производственное конструкторское предприятие. Вы увидите после этого очень много интересного. И я думаю, что Адриан на чемпионате мира по натуральному бодибилдингу обязательно займет первое место. Потому что, скорее всего, иного произойти не должно и не может. Потому что все, кто попадает в Skyway, магическим образом их жизнь начинает преображаться, меняться и притягивается все только самое лучшее. Несмотря на то, что Skyway встречает противоречия, вместе мы достигаем, достигнем успеха, строим Skyway и спасем планету. Сергей Анатольевич, вам слово. У кого-то тут, друзья, я с Перископом пока общаюсь, говорит, ребята, если вы сделаете свою систему и еще и уйдете от наличных денег, свою платежную систему, то кто же тогда будет деньги наличивать, хлеба не будет. Я говорю, ну что, со временем когда-то и наркотики перестанут торговать, значит кто-то тоже уйдет, кто-то без хлеба останется. Ну что, друзья, это, наверное, не наша проблема. Мы решаем другие задачи. Поэтому Алексей, видите, сейчас анонсировал уже несколько тем, которые мы будем представлять в Юрмале. Это Sky Fitness, это Fitness Future, то есть это спорт будущего. И представитель Адриан, это тоже наш теперь друг, товарищ, партнер, акционер. Что еще можно сказать про это самое? И сейчас он вышел в отборочный тур именно чемпионата мира, где он будет не то что отстаивать, в прошлом году он был лицей, то есть вторым в этом году мы, конечно, будем болеть. Может быть, даже поедем поддержать команды, потому что это, скажем так, человек, который к Skyway и к Sky Fitness имеет самое непосредственное отношение. Василий с Минским селочным. Ну, Олег, тут нельзя его сравнивать. Дело в том, что это совсем другое направление. То есть почему мы очень интересно нашли, тут мне подписали, что имбирный чай надо делать. Значит, мы вообще познакомились на Словакской конференции, где он привез, он, один из его бизнесов, это создание такой настойки на имбире и на меде. Energy называется, и как раз нам ее все показывал, презентовал его подруга Нина, она тренинг, она первая красавица Словакии. Значит, она именно тренинг по здоровому образу жизни, там, так далее. И вот мы, разговаривая и общаясь вот на Словакской конференции Банского Быстреца, мы были где-то неделю-две назад, и у нас постепенно родилась как бы такая идея, что за здоровый образ жизни, а Адриан – это как раз то направление бодибилдинга, которое идет без химии. То есть это не вот эти вот здоровые качки, куски мяса, которые на химии сидят, а именно тот, который без химии. То есть у нее даже две федерации идут, одна только с химией, то есть там, где вот эти вот здоровые там, и вот это там направление, которое идет на естественных продуктах питания, которые именно естественные возможности организму показывают. И мы стали говорить о здоровом образе жизни, о здоровом таком, и родилась само собой концепция, я не буду сейчас, то есть все сейчас говорят с химией, нет, друзья, не особо он лично знаком, я знаю, так сказать, как он делает, работает. И я могу сказать, могу утверждать, что без химии можно, абсолютно точно можно утверждать, что без химии можно. Другое дело, что это другие затраты, другая работа, это совсем, вот. Что вас так смущает, почему так? Это вопрос не ко мне, который сейчас… Вот, поэтому это анонс идет работы, который сейчас делается. Мы в Юрмале вам покажем уже, наверное, не послезавтра, а в субботу, именно новый концепт, именно нашего Юнибайка, вот. Поэтому много, много что еще будет ожидать интересного и такого серьезного. Поэтому, друзья, давайте, подведя итог, значит, анонс ближайших мероприятий в субботу, в воскресенье у нас Юрмала, такая европейская конференция, где соберутся партнеры наши, в основном, европейских стран, вот. Вот, и будет презентация нового направления вообще SkyWay. Дальше мы разъезжаемся, у меня будет презентация, как раз тут спрашивали в Перископе, для банкиров, которые соберется в Пальму-де-Майорке. Вот, я не знаю, удастся ли оттуда показать презентацию, потому что все-таки она такая полузакрытая, там. Если можно будет, я что-то включу, если не получится, ну, тогда дадим репортажи. Вот, потом следующее мероприятие в ноябре у нас с Алексеем будет вот этот наш клуб инвесторов в Германии, который все постепенно набирает и набирает обороты, вот, соответственно. И мы еще там будем работать с рядом разработчиков, которые сегодня работают в принципиально новой системе, это информационных технологий, то есть мы будем смотреть, как объединять как раз возможности и потребности, которые есть у SkyWay с тем, что дают вот сегодня новые разработчики. Причем интересно, что это из разработки оборонки Германии, то есть эти люди. Вот, и 29-го, там, 28-го, 29-го, 30-го у нас будет большая делегация с Австралии, вот, приедет Родхук, приедет вице-президент, ну, ведущий консультант, ведущий эксперт Аурикона, это инженеринговая компания, которая является партнером нашей компании, и которая сегодня, один из ее проектов, это проектирование самого высокого небоскреба в мире, в Абу-Даби, там, по-моему, там уже более полутора километра, где-то там больше километра, это точно. Вот, соответственно, они будут рассматривать и уже пройти непосредственно адресные проекты в Австралии, поэтому приезжает сенатор этого штата, поэтому приезжают уже ведущие специалисты именно для работы. И мы это решили совместить с такой первой начальной стадией роуд-шоу, то есть, когда мы собираем инвесторов, бизнесменов, для меня это очень интересно тем, что у меня есть ряд банкиров, то есть, ну, как ряд, два банкира, моих товарищей давние-давние, которые, я про них несколько раз говорил, которые, один говорит, что вы на МКАДе там что-то строите, показываете, и другой говорил, что вы там никогда ничего не сделаете, это вы просто постановочные вещи делаете. Ну, вот я как раз их приглашаю для того, чтобы они приехали, посмотрели, вот что мы на МКАДе снимали, и вот в итоге, что реально получилось, и вот какие проекты мы сейчас оставляем. Поэтому еще ряд стартов, которые ждали именно технологии демонстрации для того, чтобы увидеть, что это в реальности, для того, чтобы правильно принимать решения. Вот, поэтому у нас вот 28-го, 29-го, 30-го будет такой, там будут делегации с Индией, с Филиппин, там, ну, в общем, друзья, сейчас с Канады, с Америки, сейчас даже трудно все описать, потому что процесс такой живой, более того, мы не делаем из этого какого-то супер-пупер мероприятия, это просто идет презентация нашим австралийским друзьям, вот, а здесь мы говорим, кто хочет посмотреть технологии в действии, вот, соответственно, соответственно, чтобы была возможность еще и посмотреть это все в действии, и пообщаться таким внутренним кругом. Тогда мы пригласим обязательно наших первых инвесторов, которые инвестировали еще в 2014 году, летом, у нас есть один инвестор, который инвестировал 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, друзья, это еще в июне 2014 года, мы обязательно их позовем на это мероприятие, для того, чтобы они поприсутствовали, посмотрели, увидели своими глазами, что сделано, то есть пообщались уже с непосредственными заказчиками, вот, ну и дальше это как раз такое очень серьезное для нас первое мероприятие, когда мы делаем для такого рода акционеров, партнеров, потенциальных инвесторов такую презентацию. Дальше эти презентации у нас будут идти постоянными, то есть есть ряд инвесторов, для которых мы будем готовить индивидуальные такие работы, то есть это будет идти постоянно, и это как раз и заключается работа эко-технопарка, задача которых постоянно показывать, демонстрировать, отвечать на вопросы и, соответственно, привлекать заказчиков, инвесторов в дальнейшие адресные проекты. Тем более, что, как уже сегодня мы с вами четко показали, что нам есть что показать уже сейчас, но опять же, друзья, чтобы вы понимали, это только первые небольшие шажки вообще входа на мировой рынок, вход на сегодня именно в индустриальную составляющую организации технологии Skyway. И дальше то, что нас будет ожидать, и мы с вами будем видеть, предлагать и продвигать, это, друзья, конечно, несоизмеримо с тем, что есть. Но, тем не менее, эти первые шаги, которые сейчас есть, они очень важны, они очень необходимы, поэтому, если у кого-то есть, ну, там же пожелание или это пригласить кого-то из своих, там, знакомых крупных инвесторов или потенциальных крупных инвесторов или тех, кто интересуется, но не верит и готов рассмотреть вопрос об инвестировании, приглашайте, делайте, мы абсолютно открыты, список открыт, тем более, что это мероприятие будет абсолютно добровольное, зал у нас позволяет вместить, ну, и 300, и 500 человек, поэтому я не думаю, что столько приедет, вот, поэтому мы рассчитываем все-таки на счет 20-30, там, от силы 50, вот, такого рода инвесторов и партнеров, вот, ну, поэтому смотрите, сам решайте это. Если будут предложения и заявки, выходите на меня, выходите на Алексея Суходова, выходите на Виктора Бабурина, сбрасывайте заявки, будем рассматривать, и персонально каждому такому инвестору или потенциальному инвестору, кого бы вы хотели приглашить, будет личное приглашение от Антона Давча и Емитикова, но, опять же, если будем понимать, что это того стоит, а не просто очередной скептик, который приехал для того, чтобы пнуть и сказать, что это никогда у вас не получится, вот, поэтому смотрите, это все-таки, друзья, уже определенная ответственность. Вот, ну что, друзья, будем тогда ждать дальнейшего развития событий, они идут у нас, видите, в онлайне практически, стройка идет, монтаж идет, я думаю, что у нас каждый день будет теперь по новостям, вот, соответственно, мы после Юрмала еще готовим там ряд вам сюрпризов, ну, опять же, это относится к нам с Алексеем с точки зрения футурологии, потому что мы делаем эту концепцию, мы делаем это описание, мы делаем эту визуализацию, чтобы вы представляли, какое будущее вас ждет, как оно будет выглядеть, какие оно будет давать интересные преимущества для того, как это будет время отличаться от того, что сегодня есть, но мы все должны, друзья, привыкать к, я вот пишу, бред вашей футурологии, ну, друзья, это ваше мнение, то есть я к этому отношусь абсолютно спокойно, абсолютно спокойно, поэтому абсолютно верно поживем, увидим, вот, поэтому сегодня, что мы призываем и говорим, что, друзья, мир изменился до неузнаваемости за последние 15 лет, его изменили инженеры, его изменила технология, его изменил научно-технический прогресс, и сегодня то, как мы живем, нельзя сравнивать, не то, как мы жили, 5, 10, 15, 20, 50 лет, соответственно, назад, так сейчас привыкнуть к мысли, и мы вам доводим сегодня уже практически решение, что в ближайшие 10-15 лет, да, я бы даже стал 5-10-15 лет, мир изменится еще более радикально, а вот в какую сторону, кому от этого будет хуже, кому от этого будет лучше, это, друзья, уже покажет время, и каждый будет решать сам. Единственное, я могу сказать и для себя, и для своей семьи, и для своих детей, что то будущее, которое мы строим, то будущее, которое мы делаем, оно меня не пугает, вот, это будущее, которое будет без войн, это будет с экологически чистыми продуктами, с чистым воздухом, с большим количеством творческой работы, которая обеспечит содержание земли, это будет экология, где все необходимое, все грязное мы вынесем за пределы атмосферы, это будет чистая, счастливая жизнь, и если кому-то она не нравится, друзья, это ваше дело, мне это вообще нравится, и ради того, чтобы его сделать, для этого работает инженер Юницкий уже 40 лет, для этого работает команда Skyway, для этого работаем все мы, и я абсолютно уверен, что мы это будущее сделаем. А кто нас пугает пугалками о том, что завтра все будет плохо, роботы там нас всех сожрут, или мы думаем, это, друзья, просто те, кто не представляет о том, какое будущее нас ожидает. Это их проблема, друзья, пускай боятся. А мы будем строить то будущее, которое нас достойно, и то, которого мы достойны. Все, друзья, на этом будем заканчивать, давайте, друзья, до новых встреч. Вечером у нас, как всегда, по плану вебинар в 19 и в 20 часов. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok